Спасибо, Раф, продолжение этого выяснения. Мы пока что не находимся в какой-то связи объединения и не видим друг друга. И, конечно же, во время урока мы физически не можем говорить, что значит всё-таки объединение в действии. Практическое объединение называется, что мы ощущаем на сто процентов, что мы связаны и понимаем друг друга. Но как прийти к этому? Как прийти к этому? Эта мадам уже зависит от вас. Я знакома с подругами уже годы, я знаю характер. Иногда мы говорим в течение дня, но это пока ещё не слышится объединением, о котором вы говорите. Как мы приходим к этому? Здесь вроде бы кажется, что на самом деле нужно внутренне разговаривать. Я не могу объяснить тебе, что такое внутреннее, если ты не ощущаешь вот это внутреннее. У вас есть некий такой барьер, достаточно сильный, между внутренним и внешним. Вы можете говорить обо всём, что происходит в мире, или обо всём, что происходит даже в семьях. Но все, все это внешние вещи, даже если что-то происходит в твоей семье. Но это называется внешним, потому что вы говорите о том, что происходит у всех. Но внутренние вещи, о них не говорят. Я не говорю о том, что вы должны об этом говорить. Но если есть такое стремление, такая тенденция, то нужно различать между тем и этим. Что делать с этим барьером? Это очень чувствуется, что есть как бы стена. Эта стенка не ощущается между внутренним и внешним. Это между внешним и внешним. Что есть внешнее. В каждом месте это тоже самое внешнее, как во всех газетах. А есть внешнее. То, что происходит в каждой семье. Что в этом тоже нет ничего внутреннего, или индивидуального, или интимного. Но так, об этом не говорят. Но ни то и ни другое не относится к науке Каббала. Как же нам проникнуть, войти в эту область, которая более внутренняя? Но это уже зависит от вашего сердца. Сердца вашего. Насколько вы хотите раскрыть его Творцу, чтобы Творец наполнил сердце, чтобы мы внутри сердца почувствовали его. Что он хочет от нас? Что мы хотим дать ему? Если мы не сделаем этих действий, то так мы и закончим, как животные в этом мире. Что Творец хочет выразить? Что он ждет от нас, чтобы мы услышали его? Чтобы он раскрыл нам немного это внутреннее? Творец хочет, чтобы мы ценили внутреннюю жизнь больше, чем внешнюю жизнь. Чтобы прежде всего у нас была связь между нами и Творцом, и все остальное, чтобы было временным. Если мы постараемся на это направить себя, то у нас уже будет огромная прибыль. Мы увидим, как мы продвигаемся. Но если мы не сможем себя направить на это, то мы увидим, насколько мы отдаляемся и возвращаемся в действия этого мира. Покупки, работа, развлечения немножко. И все. Так пренебрегать внешней жизнью больше? Нет. Методика, чтобы поднять важность духовного выше, а не опускать важность материального вниз. Иначе это не будет способствовать подъему. Но важность духовного должна быть выше всех материальных вещей. Насколько материальное давит на меня, я хочу организовать, изменить эти вещи так и эдак, семья, работа и прочее. Выше этого я смотрю на духовное. Насколько это может содействовать мне или разрушить духовное? Раф, во время урока, предположим, я думаю, что все мы чувствуем важность духовного больше, чем материального. И когда урок заканчивается, вдруг материальное снова властвует над нами. Эти желания просто пожирают нас. Как там начинать снова возвеличивать духовное? Я оставляю духовное на своем месте превыше всего. А материальное я ставлю под этот зонтик. И тогда ты увидишь, насколько это все складывается. Вдруг легко все это соединяется. Человек только должен согласиться, что так у него это должно быть. Вот такая тенденция материальная и духовная. Так для чего нужно материальное? Чем оно служит духовному в таком состоянии? Иначе мы не смогли бы поднять духовное над своей головой. Так это только как ковер, чтобы наступить на него? Я не знаю, это коврик, и наступать на него. Я просто говорю, что два этих слоя должны быть таким образом, что духовное выше, материальное ниже. И мы удерживаем во всех ситуациях жизненных вот это соотношение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.